Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Те, кто боится высаживать, пикировать вот такую юную капустку в открытый грунт, могут сделать это в кассеты. Это еще один способ пикировки, который очень удобный. Ее можно, как она, вот эта кассета, она мобильная, и можно перенести, можно держать в теплице, потом выставить на солнце. Но хочу предупредить тех, кто будет заниматься пикировкой в кассеты, что тут есть один нюанс. Если в открытый грунт мы можем высаживать рассаду в любом возрасте, можно вот в таком юном, с одним листиком, можно дождаться двух листиков, там это все позволено, потому что там вот эта вот, как сказать, глубина дырочки не ограничена в грунте. Вы можете на любую глубину заглубить сейниц, с кассетой так уже у нас не получится, потому что тут глубина вот этой дырочки ограничена высотой кассеты. Обычно они невысокие. Я вот сейчас пикирую в кассеты, в которые обычно питунью выращиваю, и здесь она небольшая, поэтому нужно успеть на самых ранних сроках, когда рассада еще коротенькая, чтобы она... Конечно, ее можно высадить и длинную, но вы понимаете, что если мы высаживаем... Вот я высадила, например, раз, короткую, она у меня будет стоять и будет такая крепенькая, аккуратная. Когда мы высадим длинную, сейчас найду более длинную, покажу. Когда мы высадим длинную, я до конца не буду заглублять, она вот так будет, ну вот так, например, будет торчать, если будет жарко или ветер, она может упасть или сломаться. Ясно, что вот в такой вариант лучше. Значит, высаживаем на самых ранних сроках короткую рассаду, у которой только-только появляется один листик. Вот прекрасный образец. Маленький листик появился один, все. Еще чем удобно, что в это время у них не очень большая корневая система. У нее вот этот главный корень стержневой, положу на землю, чтобы видно было, он уже сформирован, но боковых мочалок нету, а вот здесь вот, смотрите, чуть-чуть взрослее, сразу начинаются вот эти вот образования боковых стеблей. Оно очень развита, корневая система у капусты, и потом на более позднем сроке вы просто не сможете втолкать ее в эту, в кассету, потому что будет очень-очень большая корневая система. Вот так вот еще вот, возможно, видите, вот такой корешок, но уже боковые начинают образовываться, и она потом в маленькую дырочку просто не поместится. Вот самое сейчас, еще раз повторю, самое лучшее времени, когда вот так вот один такой настоящий листик вышел, рассада аккуратная, невысокая, с небольшой корневой системой, вы прекрасно ее рассадите в кассету, что удобно в кассете. Я могу оставить ее в этой же теплице, где росла вот и вся эта рассада, но здесь у меня был посев загущенный, она бы вытянулась, если бы я ее не рассадила. Здесь, когда я ее рассажу в отдельные вот такие кассетки, она не будет вытягиваться, она будет толстеть, она будет куститься, у нее второй, третий начинается листик, и все, ей время, ой, места достаточно, и вот то время, пока она здесь будет сидеть, ну сколько там, месяц, наверное, ну до середины мая, две недели, может три, она за это время нарастит уже настоящих листьев, у нее, возможно, даже уже начнет закручиваться в вилок, вот это я скороспелую высажу, третий или четвертый лист, и кассетный способ выращивания удобно тем, что потом мы ее вытащим вот так за хвостик, хоп, вместе с этим земляным комочком, где будут одни корни уже, и посадим в лунку, она не будет болеть, мы не повредим корневую систему при высадке. Вот такой способ выращивания, люди вот в таких вот кассетах очень любят брать такие сеянцы капусты, потому что, когда высаживаем уже даже средина мая или конец мая, начало июня, очень жарко, и если вытаскивать, вынимать из открытого грунта, повреждая корни, рассада капусты, вы знаете, очень болеет, ее приходится притенять, ее приходится как-то поливать, освежать, вот чтобы она не погибла, а вот в таких кассетах, я вам потом покажу, они аккуратненькие, коренастые, такие крепыши, с развитой корневой системой, и пересадка без повреждений. Вот это преимущество кассетного выращивания, пикировки в кассеты, но еще раз напомню, что не забывайте, что перерощенную, вытянутую рассаду в кассеты не стоит высаживать, потому что они начнут тут между собой сплетаться, она начнет падать, будет жарко, она вся поникнет, только вот такие крепенькие, здоровые, свежие сеянцы, с одним настоящим листиком. Вот я сейчас ее полью, поставлю в тень на один день, а потом я могу ее дальше держать в этой же теплице, где вся остальная рассада растет, но та рассада заметно вытянется за неделю, а эта наоборот окрепнет. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, вот о преимуществах пикировки, рассады капусты в кассеты, именно кассетному выращиванию.